Время Второй мировой войны В этом слое все есть, что нужно для благополучного бытия растений и животных. Мы недооцениваем то, что наши богатейшие почвы-черноземы очень основательно уже потрудились на урожай. До половины гумуса исчезло за последние сто лет из-за недостаточных количеств органических удобрений. Многие черноземы эрадированы. Вот Пермской, к примеру, области я путешествовал и видел снесенные буквально горизонты гумусовой полностью и выход на поверхность бурах ниже подстилающих горизонтов. Уже недостаточно полдородных. Перестроечное время нанесло тоже большой урон черноземам. Почему? Ну потому что были заброшены многие черноземы просто так. Чем заросли, тем и заросли. Часто это кустарники, которые не увеличивают плодородие, то, которое нужно. Потому что если даже мы оставляем черноземы на отдых, мы должны прежде всего травосеяние сделать, грамотное восстановление биоценоза, а не просто так пустить на самотек. Затем стали распахиваться почвы, в основном те, которые ближе к фермерам, к тем, кто обрабатывает землю. Независимо от того, можно ли их пахать или нельзя пахать. Это часто были почвы, которые имели критическое состояние в плодородии. Их надо было оставить в покое. Затем, и самая большая проблема, это недостаток внесения удобрений. Всяких. И минеральных, и органических. Вот по некоторым республикам, у меня есть данные, ну в несколько раз уменьшилось внесение удобрений, и, следовательно, почва тратит то, что она накапливала за это время. В советское время много изготавливалось удобрений, и вносилось достаточно много. И сейчас у нас вырабатываются удобрения, но многие продаются за рубеж. Нам нужно обязательно собственное сельское хозяйство ставить на уровень перспективного развития, чтобы страна могла полностью обеспечить себя всякими сельскохозяйственными продуктами. И плюс необходимо восстановление естественных почек, естественных биоцинозов, экосистем, которые работают на благополучии всей страны и всей биосферы. Надо понимать, что Россия – это самая крупная территория на планете Земля, и в зависимости от того, что здесь, хорошо или плохо, будет реагировать весь мир. Потому что экологическое благополучие страны нашей – это не только нам нужно, это нужно всему земному шару. Поэтому должна быть поддержка мирового сообщества в сохранении наших почв и экосистем и их восстановлении. Сможет ли Россия прокормить? Она, в общем-то, когда годы благоприятные для урожайности, она себя и сейчас кормит, и даже есть некий избыток зерна для продажи в урожайные годы. Но нужно понимать, что урожай урожаю розни. Нужен не просто воловой сбор приличного урожая, но нужно еще качество урожая. И для этого нужны соответствующие подкормки, удобрениями в стадию, когда зерно формируется. Если есть подкормка азотными удобрениями в стадию формирования зерна, вырастает качественное урожай, и из этого зерна можно хлеб изготовить. У нас не хватает некоторых сортов твердых пшени для того, чтобы хлебопекарная промышленность хорошо работала. И поэтому союз с нашими родственниками, с Украиной, Белоруссией и со всеми странами СНГ, ближнего зарубежья, да не только ближнего, это необходимый выживательный союз и для нас, и для наших родственников. Там тоже проблемы, вы все знаете о них, там очень серьезные проблемы. Дело в том, что на Украине есть степи, там тоже разные зоны, но там много очень засушливых территорий, в частности. Там менее устойчивая может быть ситуация в смысле бакбриарных климатических условий. В России, благодаря большой территории, даже в неурожайные годы, все равно в каком-то регионе что-то можно вырастить. Но для этого нужна стратегическая ориентирная политика, взвешенная политика на то, чтобы страна удовлетворяла сама себя необходимыми продуктами. И еще имела резерв помочь своим ближайшим соседям и возможность продавать часть зерна зарубежь. Такая возможность у нас есть. Это стратегическая задача. Во-первых, всякие усилия должны быть скоординированы. Различные формы собственности нужно поддерживать. Но обязательно при государственной поддержке и взвешенной национальной политике в данном вопросе, при влечении и ученых, и практиков. И, возможно, тогда часть культур, которые у нас неэффективно выращивать, их можно совместными какими-то проектами добывать, но опять перспективными договоренностями, а не случайными какими-то ситуативными связями.